Я люблю свою страну Я всего на свете член, почти что супермен Но редко лезу в драку Знает весь двор Мой приговор, слуга народа У меня почти все есть Достоинство и честь И даже крики «Браво!» Персональный самолет мне выделил народ А что, имею право на животу Вот тут набью тату Слуга народа Майдан близко Близко Майдан Лорд командующий Юрий Иванович только что раскололся Он знает, как вернуть деньги Януковича обратно в Украину Вася, ты представляешь, у него есть коды доступа к счетам легитимного Ты думаешь, получится? Не знаю, сейчас посмотрим Где он? Вот он За позор За доллар по тридцать За львовский мусор За плохие дороги За тарифы На коммуналку За литовские номера И ты, Толик За Бурштин Это не я Пуфу, Пуфу! Ты что, приснилась, что ли? Бред какой-то. Давно я уснул. Как я друзей твоих песочила, помнишь? Нет. Значит, тогда почти сразу. Хочешь, начну сначала? Нет, не надо. Тоже мне друзья называются. Хоть бы один приехал. Можно понять, рабочий день все-таки. Не, да, я все понимаю. Да позвонить можно было? Я думаю, еще позвонят. Я думаю, совесть надо иметь. В конце концов, благодаря кому у них эта работа? Ну ты вставать будешь? Или день рождения хочешь проспать? Встаем. Хозяйка, конечно, не очень, но, по-моему, получилось отлично. По-моему, симпатично. Можно? Нужно. Так. Открывай. Давай. А где штопор? Я же сказала, хозяйка, я не очень. Папа вспомнил. Папе привет. Привет, пап. Ну шо, Вася, я тебя поздравляю. Я тебя, папа, поздравляю с днем рождения твоего сына. Я говорю, доигрался. Ты видел, что это в стране творится? Беспредел. Папа, я не знаю, в какой ты стране. А в моей стране все хорошо. Красиво. Свежий воздух. Природа. Слушай, не будь идиотом. Включи телевизор, телепи. По всем каналам Лебединое озеро крутят. Папа, может у Чайковского тоже сегодня день рождения? Ты знаешь, когда последний раз Лебединое крутили? Когда Горбачева турнули? Я-то мне на какие мысли не наводят? Папа, не говори ерунды. Все, пока. Целую. Вася! Панита Панова, обращаюсь к вам в ответственный для судеб Украины и всего мирового сообщества момент. Наша страна ступила на путь реформ и на этом пути достигла кризиса, который мы, как люди неравнодушные к судьбе страны не можем допустить. Что это? Указом правительства. Без понятия. В связи с невозможностью Василием Петровичем Голобородько исполнять обязанности президента Украины. Теперь ясно, почему никто не приехал. Обязанности президента временно переходят до Державного комитета. Это бред какой-то. Это не бред. Это переворот. По всей территории страны объявлено чрезвычайное положение. Я прошу всех сохранять спокойствие. Ситуация под контролем. Я даже не знаю, кому звонить. Кому звонить? Надо бежать. Куда бежать, Ань? От кого? Они тебя убьют. Кто убьет? Мика? Я разберусь. Я с тобой. Оставайся здесь. Мика, что происходит? Господин президент, вы арестованы. Потому что не хочу. Дышать нечем от вашей экологии. Все. Что? На подпись. Какая еще подпись? Министерство здравоохранения. А у них что? Отказывается погасить задолженность и зарплаты без подписи премьера. Возникает вопрос. Есть ли жизнь после ареста Юрия Ивановича? Моя подпись подойдет? Вполне. Вполне. Что такое? Еще что-то? Минэнерго. Где Минэнерго? Где я? Задолженность по перевозкам. А задолженность по перевозкам? Твоя подпись тоже подойдет? Хорошо. Буду спать. Но они все равно не заплатят. Почему? Нужно погасить долги по электроэнергии. А как они раньше работали? Отличная гарантия Юрия Ивановича. Так может быть его выпустят? И все у нас заработает в стране как было? Премьер Канады тебя поддержит. Что? Политическое преследование. Признак слабости нового украинского руководства. Да что вы говорите. Отлично. Теперь еще и премьер Канады. Не только. Канцлер Германии беспокоен. Конгресс США. Президент Франции. Все беспокоены. Бедный Юрий Иванович. Несчастный наш политический заключенный. А? А то что мы посадили главную ворюгу страны. Это никого не волнует тебя? Да. Да. Да все вы ворюги. Да. Разберусь я с вами. Потом. Вась ты же понимаешь. Юрий Иванович для меня. Да да да. Не надо продолжать. Я в курсе всей биографии Юрия Ивановича. Величайшее экономическое чудо совершил. Профессор экономика. Политическая элита. Да. Я тебя уверяю. Что суд. Суд докажет обратное. Нет пап. Это не тебе. Нет. В твоем случае суд уже не поможет. Да пап. Такой юмор. Да. Я вас поздравляю. Что мы все переехали. Очень хорошо. Папа отцепись. У меня сейчас крыша поедет. На чем остановились. У тебя Кабмин. У меня еще и Кабмин. Ножки свесили. Все правительство. У меня еще Кабмин. У меня Менфин. У меня Пингвин. Не нравится? Выпусти Юрия Ивановича. Аня. Не опаздывай. Не опоздаю. Может я сам буду решать. Кого не выпускать. Кого не выпускать. Животные какие-то. О господи. Ну прости зайчик. Ты можешь называть меня так всегда. Что ты хочешь? Чего ты улыбаешься? Светишься от счастья? Настроение хорошее. Хочешь я тебя испорчу? Что с Юрием Ивановичем? А что с Юрием Ивановичем? Как ты не в курсе? Все волнуются. Как там наш Юрий Иванович? Неужели Микаэль Ашотович нашел доказательство за этого честного человека? Ты все сказал? Что это? Появление об отставке? Что это такое? Твои школьные рисунки? Зачем мне эти смешарики? Это загадка. У меня нет времени на ваши викторины. А это разгадка. Гена Зеленка. Ты знаешь кто это? Нет. Министр экологии и природных ресурсов. Продает права на добычу нефти и природного газа. Офигеть. Лысюк. Министр образования. Леня 5%. Такса с вступительных экзаменов. Сережа Дупо. Понятно. Министерство инфраструктуры. Дупо. Состояние дорог, да? Нет. Это просто фамилия такая. А кличка у него Сережа Добрый. Он разруливает вопросы с министрами. А это что? Это житье кабинета министров. Черная бухгалтерия. Взятки, договора. Зачем ты мне все это принес? Похвастаться? Ты что идиот? Их арестовывать надо прямо сейчас, пока идет совещание. Ты же на горячего взял. Тут же спецназ перед входом должен стоять. Автобус. Один. Два. Да, на улице три автобуса. Люди готовые. Пидозра на руках. Будем арестовывать. Как прямо сейчас? Они же на совещание. Ну так ты иди на совещание. Чтоб люди не волновались. Иди иди. Да? Да. Прямо на совещание? На совещание, да. Хорошо. Ты будешь у нас как этот, как наживака. Как наживка. Наживка. Не имеет значения. Главное чтоб живой остался. Васо. Да. Возьми. Зачем? На всякий случай. Я знаю, что у министра культуры с собой на горной пистолет. Кошмар. Васо. Да. Ну спрячь. Ага. Пиши. Сюда. Ну как? Ага. Так. Хорошо. Дай мне пять минут. Я за спецназом. Ты на совещание. Хорошо. Може. Об этом еще кто-то знает. Не волнуйся. Очень узкий-узкий круг людей. Только я два моих зама полищу Потапенко. Все строго, корпоративно. Конспиративно. Ну как обычно. На капюшню. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ 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 МУЗЫКА А? Едут? Красавцы. А в центре? Боководец? Орел? Носатый? Ну что? Конспиратор хренов. Как ты сказал? Вася, никто не знает. Узкий круг. Так вот твой узкий круг вырос в огромный геморрой. Ни одного нет министра. Все сбежали. Ты не знаешь куда? Я ничего не понимаю. А что ты непонятно? Слил нас твой Потапенко, вот и всё. Я Потапенко доверяю как себе. Так не доверяй себе. Не доверяй себе больше никогда. А может быть, и Юрий Ивановича нет? Может, и Юрий Иванович уже где-то за границей, а? Можешь же быть такой, Власть? Он-то не перегибает. Юрий Иванович в тюрьме под семью замками. Там муха не пролетит. Юра, чего ты стоишь? Сядь, расслабься. Выпей, закуси. Расслабься. Меня у всех в браслеты. Какого-то фраера на глазах утерпел. У тебя способность к языкам. Всего лишь неделя в тюрьме, а как уже феню освоил. Я почему до сих пор не на воле? Ну ты не скрипи зубами. Сядь, покушай устрицы пока свежие. Устрицами не отделайтесь. Двенадцатилетний? Извини. Ты же все-таки в тюрьме. Должны быть какие-то лишения. Не смешно. Юра, твоя свобода. Вопрос пару дней. Пару дней? У меня через две недели регата. Круга светка. Я не в форме. Делаем все, что возможно. А возможно все. Иначе я не понимаю, кто в этой стране власть. Ну, ты не забывайся, Катаржанин. Во всем ты должен винить только себя. Нужно было держать голоборотика на коротком поводке, а не играть в демократию. Что ты тычешь? Я вижу, что у тебя часы хреновые. Куплю я тебе новые. Ладно, господа. Поедем, тем более, что дела сами не переделываются. Будь молодцом. Не скучай. На. Почитай на досуге. Молчание ягнят. Хорошая книга. Со смыслом. Там одному мужику язык отрезали и съели. Неприятно. Зато поучительно. Я читал, господа. И этот роман наизусть знаю. Так я не понял, как мы решаем? Будем освобождать узника или поиграем в правосудие? Это даже не обсуждается. И дело не в том, что голоборотика тронул нашего человека. Он посягнул на святое, на систему. Вот-вот. Поэтому Юра должен выйти чем раньше, тем лучше. Про Стэм. Что там говорят наши правозащитники? Ну, просят еще недельку. Долго Юра будет нервничать. Ничего, подождет. А я ему даже немножко завидую. Ну, тут прошли мои лучшие годы. Молодость, первые друзья, первая любовь. Медсестра. Ах, какой это был человек. Добрый, чуткий, милосердный. И безжалостный деспот. Юрий Иванович не вор. Вор голоборотика. Он украл у Украины 80 лет. И вернул ее в 37-й год. Взятки он брал. Руки у него от краски засветились. Это заметили все. А то, что у него нимб над головой, этого не заметил никто. Да Юрий Иванович святой. Святой Хероман. Херувин. И он тоже. Хабар миллион долларов. Меру шепетивки заносит больше. А мы говорим про премьера. Как же дальше вот эти шакалы в мундирах оценивать честь Юрия Ивановича? Остановитесь, господин президент. Либо будете вариться в одном котле. С Каддафи, Хусейном и Чиполлиней. Муссолини. И с ним тоже. Малоуважаемый Василий Виссарионович, вы дали команду своим цепным псам, но знайте, вы подавитесь. Приговор Чуйко это приговор всей Украине. Чуйко это мы. Жюсви Чуйко. Юрия Волю. Юрия Волю. Юрия Волю. Юрия Волю. Юрия Волю. Юрия Волю. Юрий Иванович Чуйко был звільнен из-под варты Лукьянівського СИЗО. Служба безопасности Украины. С него было снято усі обвинувачення, а кримінальну справу закрито. Быстро же вы сработаны. Тож, уже завтра Чуйко повернется у крісло премьер-министра Украины. Когда же вы сговорились? Просто интересно. Гниды, предатели продали меня. Ты им твою душу? Мишок сними, или тебе стыдно мне в глаза посмотреть? Моем? Иуда. Ну что, отрезь серебряников в ляжку не жгут? Как он тебе купил? Сколько заплатил? Что ты смотришь? Егор. Егор, то руки соль. Я не хочу, что ты не хочу, что я не хочу. Что вы собираетесь убить с хаосом в країне? Ни якого хаоса немає. Вашим оцетністю ряду це не хаос. А может, це на краще? Так, міся вільний. Їх займут молоді, професійні. А головне честні люди. Бо ви шли в мене з ними зустрічі. Скажіть! 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 Парані, професійні! Здрасте! Присаживайтесь. Це хто? Парані! 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 А втори замі тож? Діти? Нет, що? Племінники, племінниці, крестники, тож дуже талантливі. У нас с этим все строго. Да. Просто интересно, помощники, советники тож родственники? Нет, що ви говорите. Друзі одноклассників і однокурсників ще нікто не відменє. какой ужас не говорите ну что начнем окончим родителям привет дети племянники крестники страна что вице-премьер не сын юрий иванович он брат как он же чаплина да это девичья фамилия матери это какой-то перевернутый мир кошмар какой-то по наследству все передается министерские кресла угонья холопы в центре европы двадцать первом веке это не страна заповедник феодализма и родоклеменных отношений так у нас разве не так твоя бывшая жена кум друзья одноклассники у нас не так у нас с совестью другие отношения ладно вася можно без лекции ты зачем нас позвал я хочу чтобы мне помогли найти исполняющего обязанности премьер-министр так а какие проблемы в случае отсутствия премьер-министра его обязанности исполняет первый вице-премьер а кто у нас чуприна да какой нахрен чуприна ты издеваешься или что я говорю мне надо без блата ничейный умный образованный предметный человек ну что ты руку поднял я говорю умный и образованный я понял мы здесь надолго слушайте давайте в буфе загоняю ребят возьму каких-то пирожков да да сходи пожалуйста с луком уже пожрать сюда пришли что давай-давай сиди по делу а нужен ли нам вообще этот поц такой цирк вокруг него устроили не по сеньке шапка ну и какая альтернатива ну что у нас стране поцы перевелись предлагаешь поменять ставку ночью возьмем болванку воспитаем научим вот тебе и новый премьер а юра пусть и дальше шконку полирует старый аспорт новый расклад сил передел ой только не надо пугать ежа голой жопой что в первый раз что ли господа может быть мы сюда все это затеваем юра взвешенный кандидат проверенный временем он нас всех устраивал он у нас у всех деньги тырил да что он там тырил ну два-три ляма тырил сопутствующий ущерб так что я предлагаю лошадей на переправе не менять ой может ты ты же сам реши до временного конечно конечно я и президент я и премьер я и его я и посол зимбабве у меня же времени полно абсолютно слушай что нам делать бросать министерство слушай серёга не за É個 асindet не может на серёге весь мида там без меня все развалится подожди сидеть и все в миде может оксана сможет как я без Оксаны не оксана не сможет на ней весьмит там без нее все развалится к тому же если ты назначешь оксану придется искать нового главу мида первое что она сделает уволит Мухина. Давайте дрожать. Оль, ты будешь? Да, я буду. Ты будешь и он? Нет, я чебурек буду. Какие чебуреки? Вы задолбали со своей едой, скорик. Мне нужен и он. Вась, хватит кричать. Если так нужно, давай я буду и он. Серьезно? Теперь ты удивляешься. Ну вот как? Не, не удивляюсь, я рад. А на кого-то НБУ оставишь? Пока не знаю. Надо подумать. Да вообще толковые люди есть. Правильно. Подбери толкового, профессионального, только без лука. Скорик, твою мать, со своими пирожками! Да понял я тебя с яйцами. Ну чего ты разорался? Я ж как мужик. Да ничего, Рик, иди, иди. Ну ладно, с Юрой все понятно. А вот что с этим горзым учителем делать? Слить. Оснований для импичмента нет. Нет, да лобородько у нас вот, как кость в горле. Он политический пудель. Громко лает и слабо кусает. Он же даже его премьера назначить. Не можете. Сановне украинцы, Конституция Украины надает право чинному президенту краяну на разе в отсутности главы уряду назначать выполняющие обязанности. Тому, беручи до уваги профессионализм и достижения на посаде главы Национального банка Украины я свой выбор остановил на Ользе Юрьевне Мещенко. Дякую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это все, Юрий Иванович. Садись. Это его метод, я догадался. Присядь, Власне. Я тебя шантажирую, ты не можешь говорить. У них твои родители. Присядь. Ты не можешь говорить. Подмигни меня, хотя бы. Мои родители в Буче. Я так и знал. Они похитили твоих родителей и везут в Буче. Нет, они живут в Буче. Тихо, спокойно. У них все хорошо, им нравится. Подпиши. Что это? Считай, что заявление по собственному желанию. Посады президента Украины за властным пожаранием. Подпиши. Так будет лучше. Кому? Всем. А если не подпишу, убьешь меня? Это простой вариант. А есть сложный? Ты, видимо, в школе плохо учил историю. Ни один режим после переворота долго не продержался. Красные химеры, три года. Якобинцы год. ГКЧП вообще одна неделя. СССР, 70 лет. Сколько? 70. Сколько тебе заплатили? Просто интересно, сколько стоила наша дружба? Присядь и подпиши. Толик. Отставить. Анатолий, опаздываем. Отставить, я сказал. Что произошло? Что происходит? Что происходит? Взять! Что это такое? Ребята, вы чего? Ты что, опять охренел? Будешь подписывать? Я не буду подписывать. Дождой, дождой. Днем рождения, друг. Зачем такую хорошую текилу переводишь? Машину его. Отставить. Ты что, идиот? А что с ним делать, если он не хочет подписывать? Так и что ты решил его убить? Как мы это объясним? Как объясним? Конечно, президент на свой день рождения выпил, сел пьяный и за рули сорвался с обрыва. Это как раз вовремя нам. Это как раз нам всем подойдет. И сразу и ЦРУ, и ФБР тебе поверят. А какие у тебя есть варианты? По-быстрому сворачивай свое шапито и поехали за мной. Олег, открой. Господин президент, прошу на выход. Идет. Тогда я вам краще державную мову скажу. Пане президенты, вас с подсрачниками из машины выпхать, или что? Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Нееет! Здоровенькие, милые! Чего без штука? Без штука, без запинки. Слетел на трибуну и как Соловейко защитил. Шановное панство, пановы журналисты, рады вас поведомить. В Украине пройдет самец, съедется все мировое сообщество. Удобно тебе? Извините, господин президент, да. Чего ты, я расселся. Такой повод. А я сижу. Эх, хорошо. Бутылку на место подставить, заберем? Ну все, я тебе ее принес, я имею право ее пробовать. Я не понимаю, Вася, ты совсем не пишаешься министром закордонных справ, який досконало владеет украинской мовой? Зараз лусну від гордощів. Не ты один, якби був тут Тарас Григорович, він би теж луснув. Треба, спасибо. Хороший повод. Я ж я хоть перестану краснеет, но я на работе в отличие от некоторых. А я выпью. Да, соединяйте. Гуденабен, фрау Меркель. Прият от меня передай. А, нихт? Та чо нихт, скажи едах. Накай приїжджаю по Таравене зі своєм макроновым макаронам. Рот, пожалуй. А, и Франція? Японія? Я вам обещаю, як только мы встретимся, він лично извините. Как вы не приїдете? Это недоразумение, мы исправим. Обещаю. Ауферзейн. Ты какого хрена сами тодосрала? Я не понял, шо за тон? Какого фига ты пригласил к нам Северную Корею? Ты с ума сошел? Как я мог пригласить Северную Корею? Я пригласил Южную. Запрошу ему пивничну Корею, я сказал. А с каких пор? Пивнична, это Южная. А какая? Пивденна. Да, пивденна. Вася, знаешь шо? Учи язвик. Пивнична, это Южная. Пивнична, ведь слово пивнич. Пивнич, ведь слово пивень. Пивнич, чо роблять зранку? Правильно спевают. А потем шо стаец, а потем сходить с Сонечком. А Сонечко, где сходить, правильно. На Востоке. Да бог с ним, где оно встает, Вася. Я так заучил, я говорю правильно. Пивнична, это Южная. Или Северная. Ты пивень, Сережа. Министр иностранных дел, так обделаться. На весь мир. Да. Доброго дня, пане Трюдо. Так, мы в курсе уже. Дуже приятно разговаривать с вами. С людиной, яка вольно разговаривает на украинской мове. Выбойте, пожалуйста, пан Мухин. Тики, начинаем вы в чате нашу ридную мову. Епомылки. Выскакивают русизмы. Конечно же, никакой Северной Кореи не будет. К нам приедет Южный. Та, Тики, пивнична Корея. Бросил трубку. Шо я сказал? Ну и кто из нас пивень? Иди, не мешай работать. Ну и вляпался ты, Голобородька. Воды. Ты что, пил? Друзья угостили, не мог отказаться. Тогда, может быть, ты от этого не откажешься? Подписывай. Не подпишу. Ты подпишешь. Иначе сейчас сюда зайдет доктор и сделает тебе укол. И тогда твой любимый фильм «Полет над гнездом кукушки» станет реальностью. Никто не поверит, я не псих. Пока нет. Но уже завтра президент Овач будет показан по всем каналам страны. И вот тогда никто не будет сомневаться в законности наших действий. Даже твой родной сын. Вася, подписывай. Ну, сам подумай. Одна твоя скорючка. И вся жизнь станет намного проще. Утром школа, вечером тетради. Зарплата 28-го. По воскресеньям кино с Димкой. И никаких глобальных проблем. Подписывай. Чудесно. Еще это. Вася, подписывай. Куда ты меня торопишь? Можно почитать? Что тут читать? Рабочая документация, стандартная процедура. Все как всегда, Василий Петрович. Спасибо. И вот это. И все. Спасибо вам большое, господин президент. Пожалуйста. Я полетела. Как дела? Ну, в целом хорошо. Как Димка? Димка нормально. Едет на лето в Италию. В какую Италию? Ну, ту самую, которая на карте сапожком. Я не идиот. Я понимаю, что такое Италия. Я имею в виду, как ребенок может лететь за границу без моего разрешения. Почему без твоего разрешения? Есть твое разрешение. Ты его только что подписал. Ты меня подсунула? Обманула меня, что ли? Вась, я никого не обманывала. Ты не заводись. Я просто сэкономила тебе время, а себе нервы. Спасибо. Присядь, пожалуйста. Сэкономила. А может быть, нужно было для начала со мной посоветоваться? Может быть, мне не по карману оплачивать поездки за границу? Ты не переживай. Мы в этот раз обошлись без твоей помощи. Кто это? Мы. Есть человек, который оплатил поездку. С кем ты встречаешься? А тебя сейчас что больше волнует, сын или тот факт, что я с кем-то встречаюсь? Пожалуйста, встречайся с кем угодно. Твое личное дело. Я волнуюсь о сыне своем, единственном, между прочим. Ребенок сам с каким-то чуваком летит за границу. Послушай, он летит с мамой. А, ну тогда понятно. Я был уверен. Идея твоей мамаши, да? Ну почему моей? Твоей. Мама в курсе? Да, она в курсе. Послушай, я не обязана сейчас отчитываться перед тобой о подробностях своей личной жизни. Всего хорошего, господин президент. Спасибо вам. До свидания. Арифедерчи. Чао, бомбино. Мама. Папа, а вот это что? Сама не видишь? Люстра. Ты шо, купил? Сделал. Из личных трофеев. А, я не знала, шо мать тебе рога наставляла. В таком количестве. Ага, ага, смешно. Абкат хочется. Птички, котики. Зачем им надо этот хлам привозить? Пыль собирать? Ну, не нудья. Не, правда, смысл? Твоя бабка всю жизнь собирала. Ага. А дарака нам чего не перетащил? Наш рыжий ж такие отборный, мы всем подъездом собирали. Свет, смени пастинку. А. Нудовится? Божественно. Ага. Раньше эти мишки у нас дырку на обоях прикрывали, а теперь бабку в твоей голове. Че ты переклинила? А я просто понять не могу, че она в городе не сиделась? А че, мы там в жопу толкались, а? А теперь я злопой толкаюсь в маршрутке, да? Ничего, полтора часа до Киева. Ой, странная ты. Ты ж сама хотела. Шо я хотела? Переехать, да? Нет, разъехаться, слушай, это значит разменяться, значит, в разные квартиры. Мне квартиру, Наташа квартиру, вам с мамой, с Васей отдельную квартиру, они спят совсем в кучку, понимаешь, в теремок. Папа, мне надо устраивать личную жизнь. А кто тебе мешает? Тут место моря, берись хоть весь этаж и голая ходи. Голая, в голых стенах. Ну нет, у меня сейчас денег на мебель, нет. Да, Анна, вот это есть? Это мечта. Трухляная корынца. Это дракан, корабль викингов. Папа, это маразм, и он уже крепчает. Тебе заняться нечем. Пятый раз прошу, покорми отца. А ты у нас шо, без руки, сам себе пожрать, насыпать уже не можешь? Всем привет, а где мама? Ты шо, без руки, сам себе насыпать пожрать не можешь? Понятно. Форма не хватит, идите крастье. У нас тут разделение труда, понимаешь? Папа у нас с пикнёй страдает, мама наготовила. А я тебя сейчас разогрею, давай. Папа задолбал уже. Переехали. Так мама, да? В город уехала. На курсы итальянского? Неси. Чё на курсы? Нет, чемодан покупать. Она же уезжает. Куда, в Италию? Да, в Италию, в Италию. Вот, с кой-то веки. С Димкой? Да, с Димкой. А шо, у ребёнка каникулы. А шо такое? Ничего, к Оленому жениху? Чё? А почему ты к жениху? В дом пожить, пожить. Пожить в дом? Да. Ну, понятно. Да. И ты всё знала? Конечно, я знала. Все знали и от меня скрывали. Да, шо от тебя кто скрывал? Ты ж не спрашивай. Что ты ведь из раза вцепился? Интересно. Шо от тебя интересно? Интересно, кто он? Тебе шо, с ним жизнь? Шо ты прицепился? Мне просто не всё равно, с кем общается мой сын. Это представительный мужчина такой, серьёзный. Я понимаю, фамилия есть? У него имя и отчество есть. Да, шо он? Какая фамилия? Да сейчас скажу, что ты на меня давишь, я не помню, я забыла. Сейчас я... Сосликов, нет. Саврасов, нет. То ли из Грызунов, то ли из Передвижников. Пап, слушай, а ты не помнишь, как фамилия Олиного жениха? Борщ. Ты... Это разве борщ? Какой борщ? Ну я буду борщ. Да иди ты! Ань... Так вот же он. Точно, Суриков, Суриков! Дмитрий Васильевич профессионал своего дела, экономист с большим опытом работы в частном секторе и в Национальном банке Украины. Мы все очень много делаем. Аталька молодец, пристроила жениха на тёпленькое местечко. Ольга Юрьевна у себя? Да, но она занята. Уже свободно. Ольга Юрьевна вся ваша. Как это понимать? Что, Вась? Вот это! Как это понимать? Ты назначила вот это главой НБУ. А в чём проблема? А ты не имеешь проблем? Нет. Хорошо. Зачем ты это сделала? Затем, господин президент, что вы попросили меня найти достойного человека. Именно. Достойного человека. Ты же сама плевалась от него. Говорила, что он скользкий тип и подонок. Во-первых, подонок это не диагноз. Во-вторых, Дмитрий Васильевич опытный профессионал своего дела. А в-третьих, да, так вышло. Насчёт его личных качеств я ошибалась. Ошибалась. Новые часы. Серги. Нравятся? Очень. Мне приятно, что ты наконец-то стал замечать, что на мне надето. Он купил. А что? Хочешь посоветоваться с ним насчёт подарка Анечке? К сожалению, у меня нет таких возможностей. Я ведь не ворую. Может, ты просто ревнуешь, Вась? Ольга Юрьевна, вы вообще задумывались? Откуда у него это всё? Откуда эти дома, яхты, эти дорогие часы? Так вышло, Дмитрий Васильевич, богатый человек. Я просто хочу напомнить, что он пришёл в МБУ. Из международной консалтинговой фирмы. Ясно? Ясно. Ещё вопросов есть? Больше вопросов нет. Прекрасно. А то у меня как раз совещание. Знаете, мои часы показывают, что у меня совещание. Да, просто вдруг один вопрос появился. Ты думала, как отреагирует общественность, когда узнают, что ты назначила главой НБУ своего любовника? Никак не отреагирует. Потому что об этом никто не знает и не узнает. Ясно? Всё, поговорили? Да, поговорили. Ну, я знаю. И этого достаточно. Так что ты сейчас же напишешь приказ об его увольнении. Ничего, я не буду подписывать. Подписывай приказ, пожалуйста. Перестань, пожалуйста. Нет времени совещания. Ничего, не надо на меня просто кричать. Почему я должна это подписывать? Потому что! Ты что, не понимаешь, что это какое-то кумовство? Это лоббизм! По-моему, это параноидальная истерия. Что с тобой, Вася? У меня всё в порядке. Не в порядке. После посадки Юрия Ивановича ты как с катушек слетел. Ты бросаешься на нас, на всех, потому что думаешь, что это мы, главные коррупционеры. Мы всё тормозим и саботируем. Может, тебе в отпуск ездить? Ну, не знаю, махни в трусковец, водички попей, запишись на йогу, помедитируй. Приди в себя, в конце концов. Закончил? Не уходи от темы. Подписывай приказ. Не буду ничего подписывать. Подписывай приказ. Вася, нет. Я последний раз спрашиваю. Подпишешь? Нет. Доктор, приступайте. Всё-таки давайте определимся с конечным эффектом. В каком именно состоянии вы хотите получить клиента? Расскажите, какие есть варианты? Ну, вариантов много, вариантов масса. Вот, пожалуйста, например, реактивная депрессия. Больной впадает в унилое состояние, всплески, отчаяние, море слёз, но главное, попытки суицида. Вот, например, истерическая фуга. После инъекции больной совершенно забывает всё о себе, а при попытке вспомнить впадает в жуткую истерику. И вот, моя любимая, кататонический ступор. Нервная система заблокирована, взгляд отрешённый. Ну и самое главное, его можно колоть иголками, бить током, реакции ноль. Ну, я за ступор. Вась, как тебе? Я за... Колите, доктор. Здрасте. Вы не сделаете. Вы же давали клятву Гиппократа. Ну, не вам же. Подождите, подождите. Что мы делаем? Давайте будем миловидными. Милосердными? А что ты предлагаешь? Да при чём мы огонь, коррупционное дело, посадим тюрьму, всё. Да ты посмотри на него. Кто в это поверит? Какой из него коррупционер? А из тебя какой? А из меня? А из неё? Ну, это же, Вася, не помешало всем нам навесить коррупционные схемы Юрия Ивановича. Так что? Коли? Я ничего не понимаю. Если имена расшифрованы, и суммы известны, напрашивается вопрос, где деньги? А мы работаем, Вась, работаем. Это отговорки. Деньги со счетов министров рассеивались по счетам компании однодневок. А их тысячи. И что? Что, что? Владельцы поставные, бомжи, студенты, покойники. Пока до дна доберешься, нужны годы. Да мы уже на дне, понимаешь? И в дно нам стучатся недовольные люди. Ну не могу я прыгнуть выше головы. А ты не можешь меньше или не хочешь? Может быть, ты заинтересован в невозвращении денег? В смысле? В прямом. Я? Да, а почему нет? Мик, сколько кличек министров мы расшифровали? 15. 15, а шли с каких 19? Вот кто это? Нудный, иностранец, лысый, валенок. Может быть, ты нудный? Вась, ты полегче. Ты с ума-то окончательно не сходи, бред какой-то несешь. Это Миша Савин. Да и что? Миша Саня не может быть вором. Тогда и я вор, Вась. Тогда и Скорик, и Серега. Вы все так. Да вот это ты, бэйд. Жизнь такая. Такое в стране происходит. Может быть, Мика сам специально отпустил министров. Дал им уйти. Может, это он иностранец? Да ты что? Что ты на меня смотришь? Я всех подозреваю. И себя в том числе. Я не иностранец. Ты мне сам гражданство дали. Я дал, я и отберу. Вась, прекращай, а? А вот еще кто-то заговаривает. Что такое? Раскрылся? Тебе Евросоюз давал данные по счетам, Юрий Иванович? Лысый. Ну, глазки как забегали. Видишь, вот так надо работать. Иностранец. Вася. Не надо, нудный. Помолчи. Ты еще скажи, что я валенок. Займи, ты сам это сказал. А я вот думаю, а может тебе увалять, а? А я вот тоже думаю. Сейчас бы как припечатал тебе, если бы это было в первый раз. Кинал, помните ГДРовский, который ему мама привезла? Да. Как он решил, что мы его стырили, так мы всю школу на уши поставили. Все вверх дном перевернули. А сам мне его подарил? Подарил и забыл. А потому что сох по ней и ходил пришибленный. А может, у него и сейчас с головой не все в порядке? Может, тебе на больничку, Вась? Отлично, вы, ребята, придумали. Хорошая позиция. Президент псих, неадекватный человек при своей агрессии, истерике. Но, конечно, потерял связь реальность. А? А что вы сидите? Скорую вызывайте, а я пойду пока рубашечку приятен. Смирительную. Я думал, он нас пригласил, чтобы все по нерождению позвали. Ага. Пригласил, так пригласил. Ну, а мы поздравлять-то его будем? До сорок вроде же не праздник. Ему тридцать девять. Так это другое дело. Надо поздравить. Дверь закрой, Вань. Ага. А что случилось, Скорик? Чего ты встал после этой дороги? Выводи. Кого? Отдали Васю. С какого перепугу, Вань? Мы же договорились, мы его в тюрьму везем. Отставить тюрьму. Я сказал, выводи. Скорик, убирай свои игрушки и дай нам проехать. Ваську отдали! Не, ну если ты настаиваешь и у тебя есть другой план, то, конечно, мы можем это обсудить. Дай, Ник. Ага. Пошли. Лицом вашей, наконец-то шансов. Выходи, выходи. Ага. Ваня. Мой, мне хозяк. Я умерла яду. Я болела. И Вась. Куда? Ты что, стрельнул? Да. А! 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 Стоит весь двор мой приговор. С днём рождения, Вася, с днём рождения тебя! Ну что, я ещё раз предлагаю выпить за Васю, за моего лучшего друга, желать ему крепкого здоровья. Мы очень рады, что ты понял и оценил наш милый розыгрыш, да, ребята? Не надо извиняться, мы тебя уже давно простили, мы очень рады, что тебе понравилось. Давайте за Ваську! Трек, родная! Ура! 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 С днём рождения, Вася! Давай, Вася! Вот красавец! По-моему, можно. Гори в аду, ты и твоя вся банда! Больные на голову ложим в башке, хоть есть что-нибудь, да? А я думаю, с чего нам с самого начала не хвататок. Вот это другое дело, что будешь пить? Водки. А теперь, я понимаю, праздник удался, ребята! И вот, я думаю, что-то так. Гори в аду, я думаю, что-то так. Гори в аду, я думаю, что-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА